Здравствуйте, дорогие друзья! Я Милана Орехова, и мы продолжаем путешествие в волшебный мир чудесной, полезной и вкусной еды в нашем шоу «Оли Гвакамоли», которое выходит при поддержке сайта «Спорт день за днем». Сегодня мы находимся на самой красивой панорамной террасе нашего города, в историческом центре, в прекраснейшем гостеприимном отеле «Софитель», который любезно согласился приютить нас для сегодняшней съемки, на которой мы будем дальше рассуждать о том, как нам еще больше, еще легче, еще вкуснее оздоровить наш ежедневный рацион. А также немножко поговорим дальше о спортивных занятиях. И сегодня мы, можно сказать, наносим ответный удар, точнее, ответный визит моей подруге Александре Слесаревой, которая пригласила нас для съемки в «Софитель». Мы с ней поговорим о том, какие полезные перекусы можно совершить перед началом спортивной нагрузки, когда у тебя совершенно нет времени на то, чтобы поесть полноценно. Хотя надо отдать должное, на террасе «Софителя» прекрасное летнее меню. Дорогие друзья, я только что совершила тест-стоп. Это остановка без использования тормоза лоховского, который у меня был в прошлый раз. Наверное, вы помните, что я обещала его скрутить. Собственно, сказано, сделано. А сейчас я хочу пригласить к нам в кадр мою подругу Сашу Слесареву. Не задави меня. Сашу не надо пригласить, она сама приходит. Так, что это у тебя здесь? Здесь мы сегодня будем разговаривать о пользе и вреде. Давай вреде сразу же. О пользе и вреде ягод, потому что мы очень много говорили в прошлый раз об овощах, и поговорим о них сегодня еще раз. Конечно, я же повар со стажем. Здесь у нас находится мытая черешня, такая же мытая клубника и мытые абрикосы. И это наглядная иллюстрация того, что сейчас из сезонных ягод мы можем... Я не знаю, правда, ягода или абрикос, наверное, ягода. Ну, теперь будет ягода точно. Если серьезно, то называется она так, во-первых, потому что она одна из немногих ягод, которая не имеет косточек. У нее есть только снаружи такие, как зернышки, которые очень хорошо прилепляют на себя всякую пыль, грязь и так далее. Ну, клубнику можно ополаскивать даже теплой водой. Она никак не потеряет своих вкусовых свойств. А мы сможем не рисковать своим здоровьем и не получить каких-то пищеварительных расстройств. Она богата различными витаминами, в том числе витамином С, антиоксидантами и так далее. Единственная опасность, которая заключается в клубнике, это если съесть большое количество, могут быть аллергические реакции. Но, в принципе, мы вообще за умеренность во всем, поэтому любые фрукты, ягоды желательно есть в том количестве, в котором надо. И вот сейчас я постараюсь наглядно вам продемонстрировать, какое количество черешни хорошо съедать за раз, чтобы было действительно хорошо и полезно, а не плохо и не повышался наш уровень сахара в крови. Вот вы можете взять такую горсточку, и это именно та доза ягод, которую вы должны получить за один раз, для того, чтобы была только сплошная польза и ничего кроме пользы. В прошлом выпуске Саша спрашивал у меня, какой вид полезного перекуса возможен на ходу, на бегу, в машине, когда едешь на тренировку, которая будет богата всякими большими физическими нагрузками, выбросом адреналина и всего прочего. Я посоветовала ей, если нет возможности полноценно пообедать перед тем, как тренироваться, использовать различные виды батончиков, но которые без добавления сахара. И вот такая есть марка Роу Лайф. Они не платят нам денег, не думайте, это абсолютно честный мой выбор. Так вот, я принесла Саше в подарок, потому что я очень ее люблю и не хочу, чтобы она каталась голодная. Два вида, их намного больше, но я выбрала два, которые лично мне нравятся больше всего. Это кокос. Давай почитаем, из чего они состоят. Состав финики, кокос дробленый, ядро кэш, ядро миндаля, без добавления сахара, консервантов, красителей и ароматизаторов. Не содержит ни глютена, ни молочных продуктов. Богат антиоксидантами, подходит вегетарианцам, а также всем, кто следит за своим питанием, уровнем сахара. И он, конечно, богат... За тем, что говорит в прямом эфире, тоже подходит. Конечно. И также он отлично подходит тем, кто, хотя и следит за калорийностью своего питания, но понимает, что перед тренировкой калории нужно получить для того, чтобы было что потратить. И напоминай о том, что у тебя есть здесь прекрасная возможность вкусно получать те 400 грамм овощей, которые необходимы каждому человеку ежедневно. Не забывай, пожалуйста, о растительной клетчатке. Спасибо, дорогая Милана. Проходите. Спасибо. И мы продолжаем наше сегодняшнее шоу Оли Квакамоли, которое мы снимаем на прекрасной террасе отеля Сахетель. И я хотела бы поблагодарить наших прекрасных гостей, семейную пару Кирилла и Настю, которые вдохновляют многочисленное количество их фолловеров в Инстаграме на то, чтобы тоже заняться более... вести, начать более спортивный образ жизни. Хорошо, да. Добрый день. Начнем с меня. Да, я профессиональный спортсмен, хоккеист, но уже, наверное, в прошлом, потому что карьеру свою закончил 4 года назад. И уже, конечно, тех нагрузок, которые были, нет. Но все равно продолжаю вести активный, здоровый образ жизни благодаря моей прекрасной супруге, в первую очередь. Не дает мне расслабляться и заставляет постоянно быть в форме физической. И хорошо кормит дома, полезно. Вот. Сейчас, конечно, спорт я не бросил. И играю все равно 3 раза в неделю в хоккей. Бегаю на пробежке. Вот погода позволяет сейчас. В разное время занимался и кроссфитом, так, по чуть-чуть любительски. И все равно в тренажерный зал заглядываю тоже. Так как это, конечно, необходимо, в первую очередь, потому что, замечу, что у профессиональных хоккеистов немножко другой организм, и сердце больше, и нельзя резко нагрузки прекращать. Надо продолжать их, конечно, не в том объеме уже. И сейчас занимаюсь развитием детского хоккея. В Санкт-Петербурге руковожу хоккейным клубом «Красная звезда». У меня занимается уже более 300 детей. Сам тренирую их периодически. Поэтому весь в спорте. Передаю слово Анастасии. Наверное, все идет из семьи. И спасибо благодаря своим родителям, которые всегда были за здоровый образ жизни, здоровое питание. Много лет они были вегетарианцами, у нас мяса вообще не было в доме. А потом, значит, стало модно раздельное питание. У нас на холодильнике висел листик, и там все продукты на три категории были раздельные. И мы, в общем, не смешиваем их. Далее родители 6 лет мне поставили на горные лыжи, и каждый год мы ездили, отдыхать, кататься. И это получилась такая традиция, которую сейчас мы перенесли, и также традиционно с нашими детьми ездим. А детей у нас четверо. Да, вот я хотела перейти к вопросу о детях. Действительно, у Кирилла и Анастасии четверо девочек. То есть можно женскую хоккейную команду собирать, или какую-то другую. Я иногда тоже смотрю в Инстаграме, на Инстаграм наших Настяных дочек. Одна у тебя, по-моему, занимается танцами, да, активно? Да, они обе танцами. Обе танцами. Обе тоже в прекрасной форме. То есть то, что идет из семьи, действительно, мы видим, что продолжение Настяных традиций и семейных идет и дальше. Расскажи, пожалуйста, насколько полезно питаются дети, как их приучить к тому, чтобы они все-таки обращали свой взор именно в сторону того, что не содержит большого количества сахара. Наверное, с самой правильной питаться и готовить дома. С самой у тебя, с самой ребенка, ты прекрасный, ты знаешь, чем ты ребенка будешь кормить изначально, то он привыкнет, и дальше будет у него это привычная еда. И мы будем считать, что это вкусно и полезно. Поэтому я не могу попасться тем, что наши девочки питаются абсолютно правильно всегда. И, понятное дело, сейчас моя старшая девочка уехала в Америку, и часто она там срывается на какую-то не самую полезную еду. Но в большей мере здесь очень любят зеленые салаты. И когда мы ездим сюда в шведский стол, наши дети так разительно отмечаются другим, все, что мы выбираем. Там куча этого зеленого салата. Там под салатом, конечно, картошечка фри будет припрятана с спицы, но в основном там все равно и не комплексирует. Картошка фри под шубой с салатом. Новое блюдо из семьи Сафроновых. Учитесь родителям, у которых есть дети, таким полезным лайфхаком. Кстати говоря, мне очень понравилась твоя идея по поводу того, чтобы на холодильник повесить какие-то там группы продуктов. Не важно, там, раздельно это питание или нет. Да, папу твою я прекрасно помню. Если он нас будет потом смотреть, большой привет. На самом деле, он такой большой вклад, я так понимаю, внес. Ну, кстати, он тоже в прекрасной форме и там четыре раза в неделю играет. Да, шикарный. Я вас иногда вижу где-то на светских мероприятиях, вы всегда шикарно выглядите. И даже папу можно принять твоего спутника, потому что он действительно хорошо очень выглядит. Так что лечение различными ограничительными видами питания, оно все-таки несет в себе некие позитивные плоды, но все-таки, наверное, нужно стремиться к тому, чтобы брать самое лучшее из разных систем и делать какую-то свою собственную, основанную на каких-то индивидуальных предпочтениях. Расскажите, пожалуйста, немножко о том, удается ли вам какие-то совместные физические нагрузки проводить либо всей семьей, либо, может быть, парные. Да, ну, я говорил про свое увлечение кроссфитом, и было время, когда по субботу мы ходили все вместе, всей семьей, тем более там было направление детского кроссфита, да, и детей, девочек отправляли с детским тренером, и сами с Настей шли на групповые тренировки. Ну, а так, естественно, когда есть время, когда есть хорошая погода, мы вместе любим пробежаться, заняться. Настя очень хорошо владеет йогой, я не очень. Впрочем, я инструктор, я к тебе хотела даже записаться, и, кстати, не оставила эту мысль. Да, поэтому я все тоже очень хочу начать, может, потихонечку, но какие-то совместные, вот, как они, осаны называются, наверное, мы можем уже делать. Вот, а летом я провожу сборы еще хоккейные, вот, второй год, в этом году будет Финляндия, и девочки приезжали в прошлом году, и в этом году собираемся. Мне очень понравилось. Ну, там распорядок такой, довольно-таки насыщенный, и мы хотим, чтобы наши девочки и Настя по возможности тоже его придерживалась. То есть мы всем утра, например, идем уже на пробежку вдоль озера, там километра три, потом там, ну, там же мальчики, конечно, хоккеисты, там турники, отжимания, потом футбол, завтрак, первая тренировка, вторая тренировка, в общем, весь день, в принципе, расписан. И понятно, что девчонки, наверное, лет ходить не будут. То, что касается активности на улице, они будут участвовать. Да, ну я в прошлом году ездила с удовольствием, и бегала, с ними в зал ходила. Мне все это очень нравилось, что на свежем воздухе, а потом там абсолютно такое правильное питание. Нет, конечно, мы заходили... Так уж и сливочный суп. Нет, зачем? В магазинчик заходили за там... Ну они до пяти там магазина. А, в этом плане. Да. Да, кстати, как это обстоит вопрос с режимом употребления алкоголя у спортсменов? Нет, мне нравится, что мы с кожей, что мы не любим. В общем, мы любим режим в плане там рано ложиться, рано вставать. Ну, конечно, у нас Литя ходит в школу, сейчас тем более у нас новенькая малышка. Вообще просыпается каждые три часа. Она вообще без режима пока живет. Да, поэтому, естественно, по нашему организму мы знаем, что мы стараемся, ну, хотя бы до 12 ложиться. Конечно, идеально там в 11 лечить. Я вас очень понимаю, тоже стремлюсь. Потому что каждое утро, да, каждое утро в 7.30 надо уже вставать, и детей в школу везти, и уже начинать заниматься делами. Поэтому даже при всем желании очень... Ну, вот у меня практически вообще не получается убираться какие-то ночные мероприятия. У Насти тоже, ну, крайне редко вообще. Хорошо стоишь. Полу вечерний, полу вечерний, наверное, даже. Мы это можем себе позволить, когда мы находимся на отдыхе, когда, в принципе, никуда не надо. Да и то вот ездим зимой кататься на лыжах. И тоже в 9 вечера хочется уже спать, потому что весь день на горе. Ну, и, наверное, встаете вы так же, когда ездите в отпуск, примерно плюс-минус в то же время. Потому что обычно, когда есть уже выработанный режим, ты продолжаешь исследовать на отдыхе. На самом деле я вот еще хочу обратить внимание нашим зрителям на то, что есть такое понятие, как бьюти-слип. Это когда ты в 12, в 22 или в 23 часа ложишься спать, кожа наиболее хорошо регенерируется. И мы можем видеть на примере наших дорогих гостей, что правило раннего укладывания в постель очень хорошо работает. Правда, мы стоим каждые три. Но это уже мы опустим, рано или поздно это закончится история. То есть рано ложиться и рано вставать намного более полезно, чем поздно ложиться и поздно вставать. Тем более, чем поздно ложиться и рано вставать. Поэтому жаворонкам быть намного полезнее. И по возможности... Обычно очень хорошо помогают дети в себе привить такой режим. Поэтому лайфхак для наших дорогих зрителей. Если вы хотите наладить режим, заводите побольше детей. Ты мне рассказывала по поводу детокса своего, который ты устраивала себе перед тем, как планировали еще нового членов семьи. Мы все-таки в таком сознательном возрасте пришли к тому, что мы хотим еще одного ребенка. Поэтому мы и серьезно подошли к этому вопросу. Я решила нам оздоровиться и пробовала сидеть в начале на сыроедении. Потом перешла на факторианство. Потом я пробовала голодание, сухие голодания. Что в это время делали остальные члены семьи? Ели. Ели за все... Старались не попадаться на глаза Насте, потому что она злилась. А тебе вот хотелось, да, что-то запретного? Или ты, так как сознательно подошла, то не было таких идей что-то съесть, то, что нельзя? Да, конечно, хотелось. Пока чуть шампанского хотелось. Там, за концом, с пятницей. Там, когда она в сухом голоде была, и воды хотелось. Понятно, я хотела. Ну, в общем, как-то нормального человека. Но как-то у меня все хорошо проходило, и с удовольствием я все делаю, и чувствовала себя прекрасно. Ну, я абсолютно никогда никого не агитирую, ни на что. Поэтому я не могла агитировать своего супруга, чтобы он со мной сидел на сыроизм. Он мог бы отказаться от алкоголя, например, в этой компании. Да, совершенно легко. Я не злоупотребляю, поэтому мог бы, да. Да. В принципе, я вообще всем могла бы посоветовать начинать с этого, если хочешь, детокс, значит, не хотя бы с самого вредного. Обиднее было, когда они сидели вечером, там, орешки какие-нибудь, крысы, которые я очень люблю. Какие-нибудь, там, фрукты ели, а я, например, на голоде. Сейчас сейчас не помню. Ну, вообще, да, вот я на себе устраивала голодание раньше раз в неделю, но до сухого голодания я, честно говоря, так и не дошла. Я настолько люблю воду. Слушай, гораздо легче сухое голодание, чем мокрое, да. Вообще ничего не хочется, в принципе. Хочется лечь и умереть. Нет, нет, у тебя нет такого, что у тебя упадок силы абсолютно. Нет, да? То есть нужно как-то себя занимать все время чем-то, чтобы отвлекаться, да? Да, удивительно, но у тебя слишком много времени, потому что ты, оказывается, столько времени тратишь на еду, вот, я как раз хотела к концу нашего сегодняшнего шоу сказать о том, что люди, которые пытаются каким-то образом держать себя в прекрасной физической форме, похудеть, убрать лишний вес, они иногда слишком много внимания уделяют вопросу, собственно, питания. Они начинают перелопачивать какие-то блоги о ЗОЖе, там, ПП и так далее, выискивать какие-то еще более полезные рецепты. Они начинают постоянно обсуждать эту тему с такими же страждущими, похудеть. И в итоге получается, что если смотреть на это с точки зрения психологии, фигуру еды, они в своем психологическом поле растят до неимоверных пределов, когда они ни о чем больше другом думать и говорить не могут. Очень сложно от чего-то отказываться, когда ты постоянно об этом думаешь. Поэтому вот то, что ты сейчас сказала, это очень как бы коррелирует с моими размышлениями на эту тему и не только моими. Чтобы не довести себя до уже такой пищевой аддикции, когда придется обращаться к психологу, нужно переключать внимание, опять-таки, прекрасный вариант переключить на спортивные какие-то мероприятия. И для тех, кто не любит ходить в зал, есть пробежки, прогулки. Сейчас мне, кстати, очень нравится. А так как я кормлю крути, мне, честно говоря, больно бегать из-за... Ходьба с цепалками? Скандинавской. Да, ходьба вообще прекрасная вещь. Мне очень нравится. Да и ходьба просто коляточка, например. Такая активная. Да, дальше, например, можно на ролик кататься, опять же. Вы со мной согласитесь, что даже человек, который далек от спорта, всегда может найти какую-то активность, которая придется ему по душе. Нужно просто немножко подключить воображение. Я вижу, что ты принесла какие-то книги нам показать. Да. Вот совершенно случайно, опять же, в прошлом году, когда я была на сыроедении и в туркутеринстве, я вот познакомилась с таким Михаилом Советовым. У него на ютубе есть канал, и там он очень подробно рассказывает про питание. И, опять же, он никого не агитирует, но так интересно. Даже, например, он говорит, если вам тяжело быть... Ну, он говорит, во-первых, что вегатерианство, сыроедение, это вообще самое полезное, что может быть для нашего организма, потому что наш организм не предназначен употреблять яйца, молоко, мясо, рыбу и так далее. Ну, никого не агитирует, говорит, кому тяжело, пожалуйста, придерживайте традиционного питания, но малых дозок, например. Все по чуть-чуть. Я вот предлагаю устраивать, например, всем даже мясоедам, таким совсем, которые любят очень мясо, рыбу и так далее, устраивать себе просто дни, когда будут питания растительные. То есть никто никому от этого хуже точно не будет. Да, может быть, человек попробует и поймет, что организм себя чувствует лучше. А что еще советует этот Михаил Советов, с говорящей фамилией автору, что мне понравилось? Слушай, вести дневники здоровья. Это после того, как ты прочитал одну книгу, потом там начинаешь... Можешь написать свою, случайно. Также абсолютно устраивать себе такие дни, там, голодание, вначале там начинать с 24 часов, там, отказаться один раз от ужина. Опять же, например, в один период жизни мне нравилось, я там голодала раз в неделю. А сейчас, например, там, мне тяжело, и там, я не могу себе это позволить, мне не нравится голодать. Я просто стараюсь правильно питаться, там, не лечить жирное, соленое. Большим тебе ограничением в связи с тем, что ты сейчас кормишь младшую дочку? Я считаю, что это такая вся ерунда, то, что пишут, что мне... Вот. Да, нельзя там, первое, второе, третье, что колики, они в любом будут. Хоть ты смесью кормишь, поэтому смесью... Согласна. Да, поэтому у меня ограничений абсолютно никаких нет. Ограничения у меня там можно, какие-то по голове, а так все... Еще очень интересует вопрос о том, как правильно питаться до и после физических нагрузок с профессиональной точки зрения. Да, ну, про школу могу сказать пару слов, что 4 года назад, после окончания спортивной карьеры, я с единомышленниками открыл хоккейную школу, мы нашли каток, взяли его в аренду, и на данный момент уже более 300 детей занимается хоккеем, команды играют на первенство Санкт-Петербурга, на первенство Ленинградской области. Такое значимое было событие в этом году, команда 2008 года выиграла кубок золотой шайбы, это вообще всероссийские соревнования, и от Санкт-Петербурга поехала на финал в Сочи. То есть они попали в 64 лучших командов всей России, поэтому занимаемся на благо развития детского хоккея. А что касается питания, наверное, профессионального спортсмена, это курица-макароны. Банально, да, но продукты, которые быстро перевариваются, и у хоккеиста же обычно как, игры проходят вечером, где-то в 7, в 7.30. Распорядок обычно, есть тренировка с утра, называется раскатка, ну она, наверное, или в 10 часов начинается, с утра, или в 11. То есть спортсмены кушают, раскатываются, разминаются где-то полчаса 40 минут, потом проходит собрание, про которое им рассказывают, как нужно вечером играть, потом обед, вот обед обычный, плотный, это зелень, салат, обязательно суп, в основном куриный бульон, и тоже в основном в режиме шведского стола, но на этом шведском столе обычно макароны, грудка, грудка. Тренер следит за количеством съеденного, чтобы нормально сидеть? Ну, доктор следит. Обычно доктор следит, да, и подходит, и смотришь, что все нормально было. Вот, но сейчас, конечно, уже более такой большой этот стол стал, и стейки тоже бывает, потому что многие ребята, например, мясо спокойно едят перед игрой, успевают переварить, и нормально себя чувствуют. Но в основном, конечно, большая часть ребят кушает макароны с курицей в больших порциях, и после этого обычно 2-2,5 часа и сон, то есть ты поспал, проснулся за 2,5 часа до игры, приехал на стадион, у тебя есть время еще перекусить, но это такой легкий перекус, бананы, там, выпил кофе, вот, отыграл игру, еще и поужинал, но это профессиональный спортсмен, то есть ты ешь очень много. А как потом в дальнейшую жизнь адаптироваться к разогранному метаболизму? Требует, наверное, много еды, или потом, после окончания карьеры? Конечно, да, ну, естественно, я сейчас ем намного меньше, но тоже достаточно много. А какой сейчас вот у тебя режим питания перед твоими тренировками, после? Ну, просто часто люди задаются вопросом, можно ли есть сразу после тренировки, если на один раз скинуть вес? Да, но я 3 раза в неделю все равно катаюсь на льду, у нас команда, ну, можно сказать, она любительская, но она вставлена из всех высших профессионалов, но 3 раза в неделю мы играем в хоккей, и тренировки вечерние, 8 часов, и домой я приезжаю только в 10, и, естественно, я всегда очень хочу есть, и я знаю, что есть правило после 6 до 7 лучше не кушать, но... Не, ну, согласись, все равно как бы я готовлю. Да, ну, моя замечательная жена готовит мне здоровую еду, поэтому я ем, перевариваю, но... Скажи, чем ты кормишь его после тренировки, вот в 10 часов вечера? Ну, это какой-нибудь салат обязательно, в любом случае белок, индейка, потому что Кирилл ест. То есть идеально такую большую миску салата сделать каким-то... Да, индейка, рыба. Да, индейка, рыба. Да, ну, я говорю, все равно нагрузок у меня хватает, да, я и бегаю, и хожу в бассейн, и на лед выхожу, поэтому, наверное, вот я могу себе позволить так много питаться, потому что все-таки эти калории я сжигаю. Как со сладки вы обстоит делать? Ну, мы не любители, да, можем. Всяное печенье, может быть, максимально нам все такое. Да, да, я с детьми делаю садюм, сарик, банан, да, наше все. И сыроедческие эти печенья. Я попрошу Настю поделиться рецептами, которые мы обязательно выложим на сайте спортдень за днем, sportsday.ru, там будет рубрика, которой мы будем укладывать те рецепты, которые мы показывали в шоу, и в том числе от наших гостей. Рецепты все проверены, вкусные, красивые, несложные в приготовлении, и, конечно же, здоровые. Все. Мы сжарились, мне кажется, в сфоре. Пойдемте в сумрак. Пойдемте в сумрак.